Лариса Кириллова 25 тысяч на приобретение оборудования, столь необходимого отделению реабилитации и физиотерапии Дагубской оригинальной больницы. Такой рождественский подарок в этом году преподнесла компания «Полсар-Оптик» всем пациентам Латгарии в лице медицинского учреждения. Об этом далее. Это наш новый физиотерапевтический аппарат, который позволяет применять лазерную терапию, ультразвуковую и электротерапию. В принципе, параллельно мы можем работать с несколькими пациентами. Этот аппарат очень умный, поскольку в нем запрограммировано несколько параметров различных заболеваний, что, конечно, облегчает работу медицинским сестрам, которые проводят процедуры. И все показатели этих проблем, с которыми пришел пациент, сразу видны на экране. Об этом чудо-аппарате доктор Воробьев может рассказывать долго, что неудивительно, поскольку в том числе и от качественно проведенного реабилитационного периода зависит, насколько быстро пациент сможет вернуться к своей обычной жизни. Помимо этого, оборудование отделение реабилитации и физиотерапии получило также в подарок «Пульсар-Оптик» и другой инвентарь, который необходим для восстановления пациентов. Благодаря «Пульсар-Оптик» наше отделение сегодня обеспечено большим спектром технических вспомогательных средств, которые помогают пациентам обеспечить квалифицированный уход, заботу, а также обеспечить возможности передвижения. И важно понимать, что во время курса реабилитации пациентам необходимо использовать различные вспомогательные технические средства. Поток пациентов очень большой. Так, дневной стационар в день в среднем посещает около 40 пациентов. К слову, это не первый рождественский подарок, который региональный стационар получил от предприятия «Пульсар-Оптик». Так, в 2022 году компания выделила финансирование на приобретение новых функциональных кроватей, которые пришлись как раз к стати в период пандемии COVID-19. «Наше предприятие социально ответственное, и уже как 4 года находясь в Даугуплсе, мы прежде всего думаем о людях. Так, мы очень социально ответственны перед своими сотрудниками и в целом перед всеми жителями города. И этот вклад в виде подарка Даугупской региональной больнице – это такой знак, что мы думаем не только о своем предприятии, но и в целом о Даугуплсе и его жителях». «Пульсар-Оптик» пришел к нам с предложением какой-нибудь от Балсту. То есть, чем помочь? Мы с удовольствием приняли это предложение, и фирма потратила 25 тысяч евро на вот эту многофункциональную аппаратуру и очень много всяких маленьких нужных вещей в виде валиков, мечей, ну, всего-всего, очень много, потому что количество пациентов у нас очень-очень увеличилось. Кажется, что в наше время не так часто люди занимаются благотворительностью. Оказывается, что в Даугуплсе есть фирма, которая этим занимается, и мы очень рады принять этот подарок». Благодаря такому подарку уже сегодня пациенты могут рассчитывать на более эффективный период реабилитации. А само отделение реабилитации и физиотерапии Даугупской региональной больницы может предложить своим клиентам услуги на более высоком уровне. Никогда не знаешь, что тебя ожидает за очередным поворотом. Так произошло и в жизни жителей Екопелса, который во время прогулки со своим четвероногим другом набрел на неизвестный ему памятник советской символикой. Подробности в сюжете наших коллег из Екопелса. Прогулка жителей Екопелса со своей собакой по лесу, которая находится в Екопелском крае на территории Саловской волости, завершилась с неожиданным открытием. Рядом с исторической мостовой, соединяющей Екопелс и Салу, у подножья дерева стоит памятник с серпом и молотом. На памятнике надпись «Здесь 10 сентября 1941 года фашисты зверски убили 67 советских активистов». «Я был удивлен, увидев такой памятник, причем символикой советской власти. Кто-то должен узнать историю и дальнейшую судьбу этого объекта окружающей среды». Учитывая, что на памятнике стояли догоревшие свечи, а у подножья лежали цветы, казалось, что местные жители и краеведы смогут предоставить информацию об этом месте. Однако в беседе с местными узнать что-либо не удалось. Лишь краевед Ольгер Сталидзанс поделился своим мнением, которое основано на событиях, произошедших в то время в окрестностях Аташьяна. «Разные люди, разные варианты, но в основном это было мезеропрессии 1941 года». Наиболее полную информацию об этом памятнике нам предоставил Екопольский исторический музей, сотрудники которого нашли несколько письменных подтверждений, свидетельств. В газете «Советская молодежь» в одном из номеров 1945 года есть публикация, в которой указано, что в Новом лесу у реки Пеллетес вокруг одиноких могил тихо шумят родные сосны. В этом месте в сентябре 1941 года негодяи и их приспешники убили 67 мирных жителей Екополса. Ниже публикуется рассказ и жительницы Екополса Тамары Лихониной, которая содержит несколько имен и фамилий людей. С другой стороны, в газете «Падам Юдаугова» в номере от 14 сентября 1968 года есть статья, которой говорится следующее. В 27-й годовщине гибели советских патриотов на средства, собранные учащимися Екополской первой средней школы, жителями совхоза Абелью и колхоза Биржи был установлен памятник. Из данной статьи можно сделать вывод, что памятник был открыт в 1968 году. С другой стороны, в одном из номеров газеты «Падам Юдаугова» за 1971 год сказано, что в 1970-е годы в этом месте проводились памятные мероприятия. О том, что на месте памятника больше нет захоронений, свидетельствует документ, подписанный в 2003 году Янисом Амадсом, главным государственным инспектором Екополского района Государственной инспекцией по охране памятников культуры. В этой исторической записке говорится, После эксгумации останки были перезахоронены на братском кладбище города Екополс на улице Зале. Фамилии высечены на двух гранитных плитах. Хотя в документе упоминается, что одна табличка с фамилиями расположена с правой стороны памятника, а другая с левой, такой таблички на памятнике мы не находим. Но в то же самое время удостоверились в том, что останки похороненных некогда здесь людей действительно сегодня покоятся на Екополском братском кладбище. Как известно, в последние годы на территории Латвии демонтируются объекты с символикой советской власти. Этого требует закон о запрете экспонирования на территории Латвийской Республики предметов, прославляющих советские нацистские режимы и их демонтажа. Закон также гласит, что запрещается выставлять в публичном пространстве памятники и другие предметы, размещенные на территории Латвии, начиная с 1940 года. Но при этом статья 2 этого закона гласит, что он не распространяется на те памятники, которые расположены в местах памяти жертв советского или нацистского террора. Данные кадастра показывают, что этот памятник находится на земле, который является собственностью Латвии с Валсмежи. Конечно, мы знали о существовании памятника, который находится на территории нашего лесничества. Мы обозначили его в наших базах данных как точечный объект, чтобы он не был случайно уничтожен в ходе ведения хозяйственной деятельности. Но сносом или утилизацией таких памятников должны заниматься либо краевые, либо волосные управления. В свою очередь, в Якоповской краевой думе об этом памятнике никто ничего не слышал и пока никто не знает, что с ним делать дальше. На территории кладбища полным ходом идет строительство единственного пока в Латгалии – крематория. Насколько востребована сегодня такого вида услуга, как кремация, что думают об этом горожане, узнала наша съемочная группа. В Дагу пылся 8 кладбищ общей площадью более 96 гектаров. И согласно статистике, показатель смертности по городу в год в среднем составляет порядка полутора тридцата. Но, в отличие от других самоуправлений, в нашем городе мест для захоронений предостаточно. В этом году мы разработали новую территорию в рамках уже существующей, так что нет критической ситуации. Для захоронения территории достаточно. Однако есть мнение, что услуги крематория стоят дешевле. И сейчас на территории городского коммунального кладбища строится первый крематорий в Латгалии. Услуга весьма востребована. И горожане сегодня пользуются услугами крематорий, которые находятся в Литве, в Алмире и Риге. Строительство крематория началось в сентябре этого года. Стройку планируется завершить к 2026 году. Но заказчик проекта надеется, что объект будет готов уже следующей весной. Все больше и больше людей сейчас выбирают чисто кремацию без церемонии прощания. А потом уже они хотят организовать какую-то небольшую церемонию с одной лишь урной, чтобы таким образом попрощаться. А затем поместить эту урну либо в колумбарий, либо в землю. Единого мнения о кремации у жителей Дагу-Полса нет. Пожилые люди по-прежнему выбирают традиционные похороны, ну а те, кто помоложе, ничего не видят плохого и в кремации. Хорошо, пусть строят. Смотрят, что я успею. Урны с прахом занимают намного меньше места, чем кладбище. По крайней мере, когда катаешься по Латвии, бывают такие места, когда живопись-живопись, и тут внезапно кладбище. То есть немного портит вид. Тоску нагоняет. Конечно, крематорий. Почему? Так места мало. Ну и то, и то нужно. Сейчас строят Дагу-Полс, крематорий. Как вам кажется, это нужная вещь для Дагу-Полса, для Латгали? Это будет единственная Латгали? Да, пускай будет. Знаете, думаете, мы просто не можем принять, что вот сжигают. Только из-за этого. А может быть, действительно, и неплохой это вариант. А так не знаю даже. Что лучше. Пока сам не столкнулся с этой проблемой, то и слабо. Не знаю. Вообще-то нужно. Почему? Ну почему? Потому что уже все заняли, все места, все захоронения. Ну я считаю, что если люди хотят, нужно. Я считаю, что нужно. Почему? Что слышали вообще и почему? Ну я слышала, да. Ну там я читала, что дешевле, во-первых, будет все это обходиться, как сейчас похоронные услуги очень дорогие. Сталкивались уже с этим. Я считаю, что нужно. Я считаю, что предоставление людям выбора касательно того, что они хотят делать, хотят делать со своим телом после смерти, это очень важно. Потому что, допустим, мне было бы сильно комфортно занимать место на кладбище. Мне было бы удобнее быть в урне какой-нибудь. Во сколько частной компанией обойдется строительство крематория, информации нет. Впрочем, как и нет информации о том, какую сумму будет обходиться обслуживание крематория и сколько будет стоить сама услуга. Все люди делятся на тех, кто любит кошек и на тех, кто любит больше собак. Но режиссера Дагубовского театра Мариса Корсетаса, судя по всему, больше привлекает представителей мира кошек. Поэтому и его новая театральная постановка посвящена именно им. На премьере побывала съемочная группа Латгальского регионального телевидения. Нам, котам, давайте только рыбу и мясо, и точка. Аминь. Слава организаторам неотразимого праздника холестерина. Аллилуйя. В Дагубовском театре состоялась премьера моноспектакля «Мемуары кота». Это рассказ представителя кошачьего рода о приучении человека. И это первый моноспектакль режиссера Мариса Корсетаса и актрисы Занды Манкуб. У каждого животного, так же, как и у человека, есть свой характер. Она прямая, она говорит то, что думает, она настойчивая. Она тоже хочет любить и быть любимой, и сделает все, чтобы получить заслуженную любовь. Есть такая классическая фраза «Мы ответственны за тех, кого приручили». И этот рассказ о том, как кошка видит людей. Каждый момент, проведенный с близким человеком, с кошкой, либо с собакой, с другими животными, с кем угодно, очень важен, потому что никогда не знаешь, когда этот момент закончится, и когда тебе придется расстаться. И я думаю, что очень важно завоевать доверие. Данный моноспектакль сподвинул актрису Занду Манкуб провести параллели со своим котом Томи, с которым она уже вместе живет 8 лет. Я уже вообще человек-животное, очень-очень человек кошачьих. Работая над этим материалом, я все больше начала оценить то, что он, Томи, у меня есть. Что бы мы с ним ни делали, насколько эти животные могут быть действительно человечными. Это первый моноспектакль, как для режиссера, так и для актрисы, перед которыми стояла задача найти приемы динамичного монолога, чтобы заинтересовать аудиторию. Я вымыла лапы, ушки, я сделала очень милое лицо бедной сироты. Я выползу из-под куста, чтобы приручить их. Можно сказать, что мы провели вместе месяц только я и актриса Занда Манкопа. Так создавалась эта совместная работа. Я одна перед всеми, и мне приходится удерживать их внимание, все время искать ответ, каким образом я могу это сделать, чтобы действительно не было бы скучно и однообразно. На премьерном спектакле зрители успели и посмеяться, и поплакать. Доктор! Доктор! Болит! Боль в сердце, а не в ноге. В моем сердце. У нас дома тоже есть кот. Этот спектакль заставил нас задуматься о том, как мы живем, как относимся к окружающим, как относимся к нашим домашним животным и что они привносят в нашу жизнь. Однако им нужно больше любви, и хотя у меня самой дома кота нет, спектакль мне очень понравился. Очень хорошая постановка. Спектакль действительно очень хорош, очень эмоциональный. Вначале это вызвало, конечно, больше юмора, но в итоге заставило задуматься о любимых питомцах. Театральная постановка основана на мотивах романа греческой писательницы Лены Дивани «Семь жизней и одна большая любовь» мемуары кота. Даукупл стал городом, куда приезжает снимать кино. И вот в преддверии Рождества съемочной площадкой стал ресторан «Опера», в котором, согласно сценарию, происходит детективная история. Но одно дело смотреть фильм, сидя дома в удобном кресле, и совсем другое – видеть, как происходит съемочный процесс. Насколько он увлекательный и одновременно утомительный. За работой режиссера, операторов, гримеров, актеров, киноассистентов наблюдала и наша съемочная группа. Вот этот момент, когда на съемочной площадке наступает тишина. Говорят только актеры. А оператор, режиссер и их помощники смотрят только в мониторы. Именно так снимаются первые кадры. Тяжелая, кропотливая работа, но это того стоит. Итак, прямо сейчас в Дагуэплсе снимается большое кино – детективный сериал, режиссером которого является именитый в Латвии специалист в этой отрасли Руслан Фрадкин. 40 человек команды, ансамбль актеров, несколько бусов техники, 10.00 около ресторана «Опера». Начинаем сегодня первый съемочный день нового сериала для платформы «Гау-3», «Гау-Меслэта» или по-русски «Дело вкус». Это драмеди. Жанр. История про ресторан, про шеф-повара, официантов. Они борются за звезду Мишлен, ожидают с минуты на минуту, со дня на день эксперта. И случайно в один из дней один из посетителей погибает прямо внутри ресторана. По их вине, как им кажется. И погибает, как им кажется. И они решают прятать труп, потому что если об этом узнают, то звезду Мишлен им не достать, а это их самая-самая большая, заветная мечта. И все восемь серий они пытаются не попасться, так сказать. Таков сюжет, и понятно, что с первого съемочного дня практически прошла неделя. А это значит, что развитие сюжета в полном разгаре. И свидетелем всего происходящего сегодня является шеф-повар ресторана опера, который в сериале играет роль бармена. Насколько эта авантюра вам интересна? Интересна, потому что все, что как-то хотя бы косвенно связано с кулинарией, мне близко. Я участвовал в различных спектаклях в юношеском возрасте, в том числе в Дугов-Песском театре, поэтому в принципе был только запад, поскольку это еще и мой второй дом сейчас, моя кухня, то есть будет классно. Легко быть актером или нет? Мне кажется, если от этого получаешь удовольствие, и вот как я разово участвую в таком моменте, может быть, это еще будет не разово, а только с этого все начнется, для меня это пока кайф, такой драйв, плюс кухня, плюс я отвечаю за картинку тоже в сериале, которая будет заготовка, вот то есть все эти моменты. Понятно, что не актеры готовят, но кто-то должен готовить. На протяжении восьми серий герои этой истории в исполнении именитых латышских актеров Даниса, Груба, Тома, Лепа, Эникса, Дарта и Дайневича, Юрия Дьяконова, Ритва, Рогайлумса будут пытаться скрыть произошедшее, чтобы избежать огласки. Кстати, о сюжете самого сериала. Он не возник просто так, с воздуха. У него тоже весьма интересная история. Мы с одной студенткой, Полиной, в рамках моего курса создали проект, потом в рамках других курсов она его отшлифовала, и на показах студенческих проектов присутствовали директора ТЭТ и Гоу-3. И Гоу-3 очень понравилась идея, и мы взялись ее реализовать. Как рассказал нам режиссер, в его международной команде нет случайных людей. Они всегда собираются вместе, когда Руслан Фрадкин начинает новый проект. И за эти годы совместной работы у них появились определенные свои ритуалы, которые обязательны к исполнению. Огромное спасибо команде. Очень круто, что мы уже делаем третий проект с некоторыми вместе. Вами лица не меняются, а я консерватор, мне это очень нравится. Огромное вам всем большое спасибо. Мы сняли сериал за 18 дней, сняли сериал за 11 дней, а теперь снимем сериал за 15 ночных смен, потому что нам просто нравится кино, и мы его любим. Спасибо вам огромное, что поддерживаете, и без вас ничего бы не получилось. И в завершении программы о погоде, которая с конца этой недели будет определяться в основном циклонами. Поэтому ожидаются снег, дождь и порывистый ветер, а температура воздуха временами может достигать рекордных отметок. В субботу и воскресенье будет преимущественно облачно. Временами ожидается снег и дождь. Температура воздуха составит от минус 5 до плюс 5 градусов. Усилится юго-западный ветер, ну а в воскресенье северо-западный. На побережье ожидаются порывы до 19 метров в секунду, в воскресенье до 23. В понедельник утром на востоке страны ожидается снегопад и метель. Зато в курсе мы потеплеем до плюс 7, плюс 9 градусов. В последующие дни также ожидаются осадки. Сильный ветер и значительные колебания температуры. Похожие погодные условия прогнозируются и на Рождество. До конца года небольшие морозы будут чередоваться с сильными оттепелями. При этом могут быть побиты рекорды тепла. На этом все. Всем хорошего вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин